Вчера президент нам сделал самый большой подарок к этому празднику, к Дню Республики, подписав указ и включив город Чебоксары в число городов, названных городом трудовой доблести. И в связи с этим, конечно же, это признание того вклада, который наши предки сделали в ходе Великой Отечественной войны. И этот труд, который они ежедневно притворяли в жизни, несомненно же, с одной стороны, в те годы делал очень существенный вклад для того, чтобы приблизить День Победы, который мы с вами недавно отпраздновали, но с другой стороны, конечно же, не остался незамеченным и со стороны руководящих органов партии в того времени, руководящих органов государства. Город и вся республика, как один единый организм, трудились на благо не только фронта, на благо отчизны, для того, чтобы отчизна была защищена, враг, чтобы был побеждён. Ну и каждый на своём месте, естественно, отдавал всего себя, невзирая на те сложности, трудности, которые имелись в те времена. А эти сложности, трудности касались совершенно различных жизненных аспектов, начиная от таких, скажем так, простейших бытовых вещей, как одежда, еда, заканчивая с более сложными, как технологии, оборудование и иные процессы, которые требовались для достижения результата. Но, тем не менее, наши предки смогли всё преодолеть, организоваться таким образом и сделать всё для того, чтобы нужные результаты притворялись в обозначенные сроки. И тем самым, на мой взгляд, передали нам такой очень хороший пример, заложили замечательные традиции действовать вместе, сообща, планировать свои действия, обозначать грандиозные цели, а самое главное – их достигать, а достигая их, уже вдохновиться и ставить новые, более амбициозные цели.